В наш век технологии развиваются настолько стремительно, что иногда бывает полезно оглянуться назад, чтобы оценить, какой путь мы проделали со временных зарождения. Некоторые технологии берут начало несколько веков назад, другие же появились всего пару десятков лет назад. Так или иначе, в этом выпуске вы узнаете, как сильно они поменялись. От бумажных книг и карет до первых электронных носителей и электрокаров. С вами СмартПицца, и сегодня мы сравним технологии прошлого и настоящего времени. Погнали! Номер один – чтение. Исторически чтение считается очень важной частью развития человека. Оно может значительно расширить наш кругозор, натренировать память и логику и дать нам новые полезные знания. Но в эпоху цифровых технологий изменилось даже чтение. Еще несколько десятилетий назад единственным способом почитать было взять книгу с полки, усесться и начать перелистывать бумажные страницы. Но с развитием техники чтение стало возможным при помощи ноутбуков, смартфонов, планшетов и, конечно же, электронных книг или читалок. Первая электронная книга, способная показывать страницы и отражать свет так же, как это делает обычная книжная страница, появилась в конце 1990-х годов. До 2007 года рынок специализированных устройств для чтения развивался крайне вяло, но затем новые модели от разных производителей начали появляться одна за другой. В отличие от обычных экранов, у электронных книг дисплеи не светятся, они показывают изображения в отраженном свете, а значит от них меньше устают глаза. Кроме того, они потребляют энергию только в момент смены изображения, поэтому имеют существенно меньшую энергоемкость. Их основной недостаток – очень большое время обновления по сравнению с ЖК-мониторами, поэтому их можно использовать только когда нет необходимости показывать быстро меняющиеся изображения. В 2007 году появилась первая электронная книга на основе этой технологии – Sony Reader PRS500. С того момента было выпущено множество устройств от различных производителей. Они различаются размером дисплея, функциями и встроенными приложениями. В 2007 году свою революционную новинку под названием Kindle представила и компания Amazon. Kindle без сомнения произвел настоящую революцию в мире электронных книг. Если до 2007 года электронная книга была специфическим товаром, интересующим только энтузиастов цифрового чтения и не оказывающим существенного влияния на книгоиздательную индустрию, то после выхода Kindle все стали задумываться о том, чтобы издаваться в том числе и в электронном виде. Номер 2. Мобильные телефоны За последние годы смартфоны стали для большинства людей повседневной необходимостью. Сложно представить себе жизнь без них. Но на самом деле история мобильных телефонов довольно коротка, появились они совсем недавно. В апреле 1973 года исследователь из компании Моторола Мартин Кувер сделал первый звонок с портативного телефона. Этот звонок стал знаком того, что компания Моторола стала победителем в гонке мобильных технологий. На экране первого мобильного телефона умещалась всего одна короткая строчка. Весил девайс около 1 килограмма, а в длину был чуть больше 21 сантиметра. Максимальная длительность разговора составляла 30 минут, а полной зарядки телефон достигал через 10 часов после подключения к сети. 21 сентября 1973 года появился первый мобильный телефон на продажу – Моторола Динатек 8000X. Но до массового рынка было еще далеко. Таких моделей в продажу поступило мало, и стоили они астрономических денег – 4000 долларов за штуку. К 1992 году мобильный телефон перестал быть предметом роскоши и стал доступен не только богачам, но и бизнесменам. В продажу поступила Nokia 1011. Эта модель первой вышла на международный рынок. В 2007 году Стив Джобс произвел настоящую революцию в индустрии, представив публике первый Apple iPhone с возможностью 8-часового непрерывного разговора и множеством различных приложений. С тех пор, несмотря на то, что сейчас в мире существует около 150 производителей различных телефонов, компания Apple все еще считается безусловным лидером. Недавно вышедший 11-й iPhone Pro Max уже может похвастаться экраном в 17 сантиметров и общей памятью до 512 гигабайт. Номер 3. Автомобили В Европе паросиловые самоходные машины были разработаны еще в конце 18 века. В 1770 году Николя Жозеф Конь-О продемонстрировал свой экспериментальный тягач артиллерийских орудий с паровым приводом. Правда, конструкция оказалась непрактичной и не прижилась. Чуть позже, в 1789 году, Уильям Мердок построил работающую модель паровой кареты. Такие машины какое-то время были в моде. На протяжении следующих десятилетий были разработаны такие новшества, как ручной тормоз, многоступенчатая трансмиссия и улучшенное рулевое управление. В 1806 году появились первые машины, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания, что привело к появлению в 1885 году повсеместно используемого бензинового двигателя внутреннего сгорания. Первый реально использующийся автомобиль с бензиновым двигателем был сконструирован одновременно несколькими независимыми немецкими изобретателями. Карл Бенц построил свой первый автомобиль в 1885 году в Мангейме. Бенц получил патент на свой автомобиль 29 января 1886 и начал первый выпуск автомобилей в 1888 году, после того, как его жена Берта Бенц показала с помощью первой междугородней поездки от Мангейма до Фортсхайма и обратно, что безлошадные экипажи вполне подходят для повседневного использования. С 2008 года это событие отмечено мемориальной трассой имени Берты Бенц. Машины, работающие на электричестве, ненадолго появились в начале 20 века, но почти полностью исчезли из поля зрения вплоть до начала 21 века, когда у людей снова возникла заинтересованность к малотоксичному и экологически чистому транспорту. С ростом цен на газ будущие автомобили сдвигаются в сторону большей топливной эффективности, экономии энергии, гибридных транспортных средств, электромобилей, а также автомобилей на топливных элементах. Номер 4. Накопители данных Сегодня мы без колебаний доверяем электронным устройствам хранения самой разной информации, от фотографий и видео до сообщений из мессенджеров. Но на самом деле принцип накопителей информации появился еще в 18 веке на текстильных производствах. Последовательность определенных инструкций для фабричных машин записывалась на специальные перфорированные карты. Отверстия в бумажных картах проделывали вручную, а затем готовые карты с алгоритмами скармливали машине. Впоследствии карты стали использоваться и для программирования компьютеров. Определенная последовательность отверстий выбивалась, передавая компьютеру команды на языке бинарного кода. Пока в обороте оставались определенные карточки, с их помощью можно было полностью выполнять целую программу. В начале 20 века появились новые способы хранения информации, а в 1956 году обществу был представлен первый жесткий диск. Первый накопитель занимал ящик размером с большой холодильник и имел вес 971 килограмм, а общий объем памяти 50 вращавшихся в нем покрытых чистым железом тонких дисков диаметром 610 миллиметров составлял около 5 миллионов 6-битных слотов. Еще позже первый накопитель сменило новое изобретение – дискеты. Эти тонкие, гибкие дискеты появились на рынке в 1971 году. Изначально объем памяти классической дискеты составлял 50 килобайт, требовалось около 50 штук для того, чтобы записать одну четырехминутную песню. Но в 1986 году изобрели новую, уменьшенную версию с общей памятью в 1,44 мегабайта. В 1999 году появилась суперкомпактная карта памяти, а в 2000 году появилась первая флешка USB, на которую помещалось 5 мегабайт информации. В наши дни USB-накопители могут хранить сотни гигабайтов информации, а на рынке легко можно приобрести микро-USB размером меньше ногтя. На одном таком микро-USB может содержаться 1 миллион мегабайт. Раньше для такого же количества данных потребовалось бы 266 666 первых жестких дисков. Номер 5. Компьютеры Без базовых моделей компьютера не смогли бы существовать многие из современных гаджетов, в том числе и любимые многими смартфоны. Компьютеры – основа большинства современных технологий, и они, как и все прежние герои этого выпуска, тоже прошли очень долгий путь развития. В 1880-х годах в США применялись компьютеры, работавшие на перфорированных картах. Использовались они, например, для обработки и системизации данных, собранных за время переписи населения. Раньше такой невероятный объем информации пришлось бы обрабатывать вручную. Настоящим предком современного компьютера стала аналитическая разностная машина Чарльза Бербиджа. И хотя эта аналитическая машина, работавшая на силе пара, так никогда и не заработала на полную мощность, она все же стала переходным звеном от механических вычислений к компьютерным программам. Прошло несколько десятилетий после изобретения машины Бербиджа, и в 1941-м инженер Конрад Сузи создал первый в мире действительно работающий программируемый компьютер Z3. Эта машина должна была высчитывать аэродинамические свойства и внешний вид самолетов. Весила она больше тонны, все еще использовала в работе перфорированные карты и была способна выполнять только базовые математические функции. В 1960-е годы были разработаны языки программирования более высокого уровня, а также сформированы принципы работы виртуальной памяти. Также появились первые совместимые компьютеры. Первый в мире свободно программируемый настольный компьютер был создан компанией Alivetti. В 1965 году стала доступна для покупки электронная машина программа 101. Стоил инновационный полноценный компьютер 3200 долларов. Но именно с этой довольно простой машины началась эпоха персональных компьютеров, в которую мы с вами живем. А на этом все. Напишите в комментариях, как, по вашему мнению, изменятся технологии через два года. Также не забудьте про лайк, подписку и колокольчик. Спасибо вам большое за просмотр!